Друзья, здравствуйте! Сегодня 16 марта и мы с вами находимся на одном из маленьких участков одного из трех моих садов. Вот этот маленький участок я вам уже показывал, но время прошло, то было полно снегу, ну полно не полно, но сантиметр тридцать было. Сегодня перешел на плюс день, ну привычка, посмотрите, форма одежды видите, сейчас я посмотрю, вообще-то запись идет, идет, форма одежды я показываю настоящего фермера. Да, фермер есть, справка у меня есть. Поняли, мое много. Все документы есть, печать есть и морда наглая, как в анекдоте. Так, посмотрели, что такое боевое снаряжение бойца невидимого фронта. А почему я одеваю на шею эту самую камеру? Почему я говорю бойца невидимого фронта? Потому что борюсь, 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 борюсь с глупостями, с дикостями, с предрассудками, вот, с каторжной агротехникой, со смертельной. И все еще остаюсь невидимый. Вот так. Для большинства я еще невидимый. Ну что, пройдемся, будем продолжать. Так, смотрим, где проходим по этому же маршруту. Так, персики вот здесь вот у меня, видите, вот как снег не сошел, так и не сошел. Вон там в коробке персик спрятан. Вот этот персик, вон куда коробку-то унесло, видите. А вот посмотрим, а он живой или нет? Где-то неделю назад снесло коробку. Ну, с виду живой. Через месяц станет все понятно. Так, ладно. Да что ему под коробкой бы сделалось, когда у меня, вон они, неукрованные персики. Видели вдоль забора? Ну, давайте откроем коробку. Учеба есть учеба. Началась зима, ударили морозы, я туда взял и накрыл. Вот это один из способов. Ну-ка, отрывайся давай. Как бы не сломать бы деревца. Ага, деревца, вот оно. Ну что, другая крайность. Персик соприл. А, это лед. Фу, напугался я. Ладно. Идем дальше. Идем дальше. Вот. Это персики, которые были посажены косточками. Здесь их ровно 50 штук. Вот посмотрите, какая сейчас грядка. Она насквозь мокрая. Вот. Рановато. Это должно было быть в середине апреля. Рановато. Все в этом году. Все никак должно быть. Вот. Я смотрю, они тут закопаны. Все на полсантиметра. Сопреют, не сопреют. Или наоборот, это нормальная стратификация. Ну, посмотрим. Дождемся всходов. Или не дождемся. Так, смотрим дальше. Дикий манджурский абрикос. У меня тут их было целая грядка. Оставил один. Знать почему? А не знаю интуиция. Что с ним делать? Он все равно не даст крупные плоды. Он, кстати, не дикий. Он уже гибридный. Вот. У него достаточно благородные эти самые почки, побеги. Но его судьба такая. Обратите внимание. Несущих веток. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И центральная. Семь. Значит, здесь будет привита половина персиков. Нет, не так. Пару персиков. Пару, троечку абрикосов из новых сортообразцов. И парочку, наверное, еще и шрибенгеров. Руки чешутся. А то меня обошел на повороте этот самый Чернобаев. С моими же черенками совершил чудеса. Переделал синие венгерки на розовое. Ну, ладно, догоню. Подумал я. Ну, теряю несколько лет. Откуда я знал, что он взял на абрикосы привал персики. Ой, эти. Венгерки. Идем дальше. Вот эту грядку вы видели. Что им сделать? Ну, ночей сорок раз было всего две-три ночей. Вот. А это сеянцы академика. Роскошнейшего абрикоса. И ни малейших шансов, что хотя бы одна ветка подмерзнет. Смотрите внимательно. Вот. Если я говорю... Да-да, сейчас. Ой, я сяду. Вот тут сяду. Вот тут. У нас отцепек. Красота. Ой. Косточки мои. Ноги мои. Смотрите. Я сел и порассуждаю. Сейчас только полчаса назад позвонил человек, представился. Вот. Ну, не буду повторять. Да, и не помню ничего, кроме имя отчества. Он сказал, что он закончил Омский агро-университет. И спросил, не коллеги ли мы, не там же я в Омске и заканчивал. Очень был удивлен, когда я сказал, что вообще ничего не заканчивал. Ну, металлург, что с меня взять. Вот. И, тем не менее, попросил он меня, ну, по голосу не молот, сказал, что у него, он называется, ученый-агроном, попросил готовое саженце персика. Ну, отправил я его к невестке Татьяне Александровне, продиктовал телефон. 8-913-444-3178. Для чего? Мне сказали, что на весну уже ничего нет, на осень, может, закажут персики. Он спросил, насколько морозостойко. А, ранированный или нет? Я ему ответил, кстати, вон они персики. Ну, вот. Да я уже показывал, вон они. Толь-забор же. Довольно мощный, трехметровый. Посмотрим, как переживали зиму, но пока живы. Вот. Я ему сказал, не знаю, ранированный или нет, потому что это громко сказать так, нагло. Не зря, что сказал, что у меня наглая морда. Я сказал, как мог, приучил несколько поколений на мальдзитских абрикосах и на китайских сливах. Вот там и на мальдзитских абрикосах, и на китайских сливах. И, что выдерживает 40 градусов без повреждений, а 35 спокойно плодоносит. Вот. Ну, тут, как сказать, лукавить приходится. Вот это место, да, затешок. Здесь тепловая подушка. Вот я сижу, у меня так тепло здесь. А там, отойди оттуда метров 20, и сразу холодно станет. И в перчатках с утра хожу. И в этих, видите. Вот. А здесь получается так. Микроклимат. Я же не обманываю. Какой-то ночью солнце не светило. Ну, было 40. Ну, ничего, обошлось. Живо. Я говорю, почему живо? Потому что в них бродят, объяснял я ученому-агроному из Омска, что в них бродят гены манжурских абрикосов и китайских слив. Ну, сливы это минус 45 с гарантией выдерживает. А манжурские абрикосы вообще минус 50. Им по барабану. Гены уже в персиках. Поэтому персики не мерзнут. А вот. Можно ли считать это иронированием? Ну, если учесть, что они у меня, я ему сказал, несколько десятков случаев плодоношения. Из косточек, из черенков, из саженцев, сенцев, из привитых. Все, что мы с Сергеем Железовым, моим сыном, разослали по России, все это прекрасно плодоносится. Уже на Украину перебралось и в Белоруссию, и в Казахстан. Но особенно я уже эти называл, и фамилии называл. Не укрыто ничего. Единственное, что когда я смотрю на фотографии моих персиков, им 4-5 лет, сумасшедший урожай. Я упоминал там Башкирию, Брянскую область, упоминал Подмосковье, конкретные фотографии. Там, главное, радует глаз. Ни одна ветка не отрежена, и никаких тебе штампов искусственных. Обратите внимание. Вот, Железов с ума не сошел, а считается, что сошел. Считается, что вот эта ветка сбоку, которая, видите, вот. Вот она сбоку ветка. Я обязан был ее уничтожить. За что? А она, понимаете, лишняя. Она плохо плодоносит. Она мешает дереву развиваться. Она отнимает силы. Понятия никто не имеет, что эта ветка, если даже никогда не будет ни одного плода, вот это вот, 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 я шевелю, вот, даже ни одного плода, она покрыта такими же листьями, а эти листья, это фотосинтез. Они дают, вырабатывают глюкозу. Ну, кто не понимает, загляните в сахарницу, то же самое. Вот. И эта глюкоза распространяется и вверх по штамбу, и вниз к корням. Почему? Потому что вся подземная живность, находясь в содружестве, в симбиозе с этим саженцем, ну, это уже не саженец, это дерево все в цветах покрыто, ну, по это, ему третий год. Весной будет три. Вот. И вся подземная живность в симбиозе, и радуется, когда ее кормят сахаром. Тогда это дерево в этом содружестве прекрасно развивается. Вот. Потому что глюкоза, это одна из важнейших сложных химических соединений, производимых самим, самими растениями, вот, которая кормит нас всех, все окружение. Попробуйте один день без сахара, у вас будет ломка. Вообще без сладких этих, без булочек, без тортиков, без этих, без чипсиков и прочих этих шоколадок. Все, через неделю у вас будет ломка, как у наркомана. Вы просто привыкли и не знаете этого. Так же и дерево. Вот. И одна из страшнейших ошибок заключается именно в этом. А почему я сейчас вот прямо об этом сказал? Вон она, отсюда плохо видно, может. Вон она стоит, эта черненькая, эта баночка, а в ней тот самый, ну я еще ближе покажу, тот самый лак-мастик от Далматова. Вот я ее специально держу на холоде, она становится вязкой, такой, и не просто закрывает, вот видите, не просто закрывает, а толстым таким слоем. Закрывает рано. А из этого дерева я уже взял черенки и вам продаю его. Ну это к слову. Допустим, хорошо сел, хорошо сижу. О, сейчас я это, уберу этот, как называется. Это самое, а вот это вот оставлю. Вот смотрите, привитое дерево, да? Что здесь интересного? Это черный абрикос, веточки видите отрезаны? Это я вам продам. Покупают, правда, как-то. Ну сейчас уже нет того самого. Когда-то в одном Савеногорске я привозил веники с Украины и раздавал. А сейчас в этом году ко мне приезжали за черенками всего один раз. Вот, представляете? Причем приехали то ли с Минусинской, а собака назову. А с Савеногорску не один. А когда-то толпы набегали, Железов вернулся с Украины, и привез черенки. Слух облетал город, наверное. Вот это разница. Ну что-то вам продам, цену сбросил. Сейчас у меня любой черенок, даже такие диковинные, как черный абрикос. Вот, любой из них стоит 150 рублей. Вот такие дела. Сейчас надо бы встать, да? Вставать-то неохота. Чего бы еще сказать сидя. Ну, посадку вы видите. Холмы. Вот. Здесь холмов нету. Это же была грядка. Это когда я садил косточки абрикосов самых крупных. От 100 и более грамм. Поэтому холмов нет. Что спасает от выплевания? А вот что. Здесь неровное место. Посмотрите внимательно. Вот я выкопал рассаженец, два, три. Можно я вставать не буду? Видно? По-моему, эти ямки видно. Вот. И теперь получается, что вот это дерево находится на своеобразном холме. Это почти случайно. Придет весна. А, вот еще что. Видите, здесь уже снега посемет. Как корова языком слизывает, когда есть склон. Вот. И уже сейчас, только началось таяние, уже сейчас корневые шейки сухие. Вот это обратите внимание. Вот. Ну, а там уже все по-честному. Вот там вот холмы были специально сделаны. Вот. Видите, вот эти абрикосы. Это маточные деревья. Что-то про эти весенцы я уже рассказывал. Раз, два, три. Которые поширше друг от друга растут. Я оставляю себе. Остальные. Это Елене Александровне Савинич, аспиранту и моей ученице. Красноярской. Красноярской садоводу. Это будет выкопано как бы лишнее.